Особенностью подготовки еще является то, что мы готовим по трем направлениям в мирное время. Это в рамках ООН, в рамках Организации о коллективной безопасности и в рамках партнерства ради мира. Это программа НАТО. То есть, если есть, мы можем выставлять миротворческий контингент по любой серьезной. Мы готовы к этому именно направлению. Все контрактные военнослужащие, срочников здесь нет. Вот еще один пример, какая должна быть армия. Контрактная, срочные службы и прочее. Там, где нужно, она вся на контракте. Там, где нужны нам специалисты-контрактники, там, где могут служить ребята-срочники, мы призываем на срочную службу. Нету проблемы по набору на контракт. В подразделении сил специальных операций с набором на контракт сегодня проблемы нет. Никакой. Есть проблемы, хотим ли мы брать. То есть, мы уже начали выбирать. То есть, конкурс уже. Да. Нам этот надо, человек, или не нужен? Это хорошо. На фоне мирового уровня миротворцев Беларусь выглядит прилично. Оценку действиям белорусским военнослужащим давали иностранные инструктора по международным стандартам. Результат – брой золота. Мы так для себя тоже думали, если мы из 140 команд хотя бы будем в первой тридцатке, это будет достойно на первый раз. Но мы взяли первое место. Вы понимаете, там шел какой-то… Ну, а Хренин с Равковым, второе в танковом биатлоне, все, второе и второе. Ну, когда уже первое было? Ну, мы в снайперском рубеже. Постоянно первое место. И в полярной звезде… Может быть, десантников на танки посадить? Я просил… Не дает танк… Не дает танк… Танковый батальон не дал, солдат. Не дает, я тебе дам. Танк персональный, личный. Нет, танковый батальон, а мы подготовимся. Не вопрос. Ну, а чего не воспользоваться? Надо рискнуть, если люди берут на себя. Что ж десантники все-таки? Главное, что там же сидят аксакалы. Почему я уделяю этому внимание? Больше, чем спорту даже, даже не представляешь. Потому что они видят, что в Беларуси есть армия, и она вот на таком уровне. И с такой армией они не хотят воевать. То есть, это демонстрация… Нашего флага, товарищ Придент. И флага, и силы. Да, точно. Перед нами на квадроцикле выдвигается подгруппа инженерной разведки. В ходе работы сапер обнаруживает взрывоопасный предмет и принимает решение на его уничтожение накладным зарядом. Войсковой наряд контрольно-пропускного пункта на двух бронетранспортерах 80 выдвигается к участку местности, который обеспечит контроль перемещения людей и транспортных средств на границе линии разграничения конфликтующих сторон в зоне ответственности подразделения. Водитель задерживается и передается представителям местных правоохранительных органов. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok